Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Пульты, шнуры, батарейки, аккумуляторы, запчасти и аксессуары для сотовых телефонов. Электронные конструкторы, паяльное оборудование, измерительные приборы, светодиодная продукция. Всё это и многое другое. Отличного качества, по хорошим ценам в магазине «Алми». По адресу ТРЦ Максимум, Пролетарская, 15, телефон 37 38 27. Книги рождают мечту, вызывают её к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребёнку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдёте научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО-7. Масленица в заповеднике сказок. Три часа удовольствия в лучших традициях. Любимые герои русских сказок и былин. Взятие снежной крепости, ремесленный мастер-класс, чай с блинами, масленичные аттракционы и катание с горного тружка. Сжигание соломенного чучела. Успей выбрать лучшую дату. Центр активного отдыха «Летучий корабль» 255-888. 6+. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Доброе утро, доброе утро. В эфире детская познавательная программа «Открывашка» 1108 в Кирове. Меня зовут Владимир Сметанин. Приветствую вас. Чуть позже представлю наших гостей и гостей студии. Сразу же озвучиваю номер телефона 211-101. Он вам сегодня пригодится, когда мы будем задавать вопросы. Вы, уважаемые ребята, будете на них отвечать и получать в случае правильного ответа отличные призы. Здесь, в нашей студии, конечно же, находятся ребята. А да, нужно напомнить, что на сайте kirova.ru есть видеотрансляция нашего эфира. Так что, если вам скучновато слушать радиоприемник, заходите на наш сайт, нажимайте на соответствующую кнопочку и смотрите онлайн. Здравствуйте, ребята. Говорю я моим соведущим. Ну, во-первых, это Софья Занько. Соня, привет. Привет. Федор Рычков. Федя, здравствуй. И Дима Рябов. Дима, доброе утро. Здравствуйте. Слушайте, давно не виделись. Слушайте, вернее, давно не виделись. Хочу, во-первых, поинтересоваться, как у вас дела в школе обстоят. Какие оценки получали в последнее время? Соня. Ну, у меня дела в школе идут на лад. У меня все очень хорошо на этой неделе. Было много пятерок. На лад в смысле было не очень хорошо, но как-то прогрессируешь. По математике были плохие оценки, а сейчас хорошие. Ну, ничего, желаю, чтобы у тебя все наладилось. Федя, у тебя все в порядке? У меня тоже, да, хорошо. Только я в школу не ходил. Я неделю болел. Серьезно? Да. Простуда? Да. И, к сожалению, пропустил награждение. Я занял третье место среди пятых-седьмых классов. Это какая-то олимпиада? В конкурсе, да, по английскому языку. О, здорово. А что тебе подарили за третье место? Там просто должны, по идее, должны, ну, типа, как-то похвалить были, приезжали в лицей, поздравляли ребят, а я болел. Дима, как у тебя дела? Все хорошо. Все хорошо? Да, все хорошо. Каких оценок было больше? Пятерок-четверок. Пятерок-четерок? Да. То есть надо сказать, что ты хорошо готовишься, да, к урокам? Да. Выполняешь домашние задания всегда? Конечно. До конца, на сто процентов? Слушайте, предваряя сегодняшнюю нашу тему, я напомню, что в программе «Открывашка» мы каждый раз берем интересную тему и приглашаем к нам интересные гостей. Чуть позже озвучил название сегодняшней темы. Вы как относитесь к детективным историям? Хорошо. Хорошо? Да. Вот когда кто-то что-то делает такое противозаконное, начинается расследование. Я люблю Шерлок Холмс. Да, интересная. Шерлок Холмс. А есть любимые какие-то детективные истории? Книги, фильмы? Дима? Ну, мне нравится серия вся «Пелагея». Там и «Белый бульдог», «Черный монах», «Красный петух». Я две книги первая читала, третья пока лежит. Федя, у тебя что любимое? Ну, там «Шерлок Холмс». Ну, это фильм «Шерлок при смерти» и «Шестой тетчер». Вот недавно. Соня, у тебя что есть любимое из детективных? Ну, я посмотрела, во-первых, все «Шерлоки Холмс» и «Наш российский», и «Новый» все, и вот другой, который еще выходит. И книгу я читаю, мне она очень нравится. Я так понимаю, мультфильмы вы уже не смотрите какие-то там детективные, нет? То есть тут же взрослые такие, серьезные фильмы. А есть такие? Ну, хорошо. В первой части сегодняшней программы мы поговорим о том, что такое правонарушение, про то, какая ответственность бывает за это. Поговорим о службу, про службу в правоохранительных органах. Ну, а во второй части познакомимся с работой криминалистов. Разберемся с тем, что можно и что нельзя делать на месте преступления, а также о способах нахождения преступников. Вот такая у нас сегодня интересная тема. Я предлагаю вам поприветствовать наших сегодняшних гостей. Это сотрудники полиции как раз-таки. Они тут в форме у нас. Здравствуйте. Находятся, да, Александр Швецов и Ирина Швецова. Ирина Ивановна, добрый день. И Александр Николаевич, тоже здравствуйте. Здравствуйте. Я поясню немножко. Ну, у вас есть, конечно, своя официальная должность. Вот чтобы ребятам было понятно, Александр Николаевич работает, так сказать, с личным составом в управлении МВД. А как раз-таки Ирина Ивановна работает с ребятами. Ну, бывает такое, да, что ребята нарушают закон, и приходится им уделять тоже особое специальное внимание. Кстати, мы хотим сейчас опыт сразу же провести, Федь. Да. У нас во второй части, как я сказал, будет криминалист в гостях. Вот сейчас перед тобой находится кружка, наша фирменная, эх, московая. И мы заранее договорились, что ты сейчас оставишь на ней отпечаток своего пальца или отпечатки своих пальцев. И вот когда криминалист придет, он все это исследует и подробно расскажет о своей работе. Что ты сейчас делаешь? Ты уже отпечаток уже, да. Я там немного приготовила меда, чтобы было жирно, и у меня дольше осталось. Чтобы этот самый отпечаток явно был заметен и виден. Хорошо, ну вот загадку для криминалиста приготовили. Мы обычно сразу же в начале открывашки задаем нашим слушателям какой-то вопрос, ответив на который, можно будет получить приз. Список призов чуть позже... А, нет, Соня, я предлагаю тебе сейчас сразу озвучить. После того, как ты озвучишь, Ирина Ивановна уже задаст вопрос. У нас есть книга приключения Молли Блэк Уотер, книга сэра Стива Стивенсона, Агата Мистери «Сокровище Бермудских островов», книга слова о полку Игорева, энциклопедия рыцари, энциклопедия «Великие сражения», приглашение «Билеты в Киномакс», приглашение на две персоны на Масленицу «Заповедник сказок» с 17 февраля по 13 марта, приглашение на две персоны на спектакль «Аленький цветочек», приглашение на две персоны на выставку «Живая механика да Винчи» и набор для опытов отпечатки пальцев. Вот набор для опытов и книжки, и другие призы сейчас у нас находятся здесь, на нашем большом студийном столе. Итак, внимание, ребята, 211-101, Ирина Ивановна сейчас задаст вопрос. Слушаем вас, Ирина Ивановна. Каким законом в Российской Федерации предусмотрена ответственность за совершение преступлений? И первым двум дозвонившимся будет специальный приз от сотрудников полиции к призам, которые сейчас назвали. Отлично, 211-101, ждем ваших звонков. Еще раз повторите, каким документом, каким сводом, так сказать, предусмотрена ответственность за преступление. 211-101, ну, я думаю, ребята уже догадываются, только молчок. Только молчок. Пока мы ждем звонков от наших слушателей, давайте начнете рассказ, мы поговорим о правах и обязанностях, да, ребят. Пожалуйста, вот самые какие-то основные моменты. Ребята у нас с 11-летнего, да? Вам ведь всем по 11 лет? Да. По 11, да. Вот какие есть права в таком возрасте уже у ребят? В нашем государстве... Звонок. Звонок у нас, звонок. А, простите, хорошо. Давайте поприветствуем наших слушателей. Слушателя, вернее, Соня. Привет, как тебя зовут? Савелий. Савелий, чем ты любишь заниматься? Хоккеем. Хоккеем? Да, это очень интересное занятие. Ты бы хотела ответить на вопрос, как я понимаю. Да. Хорошо, мы слушаем твой ответ. Уголовным кодексом Российской Федерации. Ирина, верный ответ. Верный ответ, молодец. Давайте Савелия похвалим. У нас есть разные призы. Ты, наверное, их слышал или тебе еще раз их надо озвучить? А какие призы? У нас есть книги «Приключения Молли Блэк Уоттер» и «Агата мистерий. Сокровища Бермудских островов». Книга «Слово о полке Игорева. Рыцари. Великие сражения». И билеты у нас есть на Масленицу, на спектакль «Аленький цветочек». И билеты на живую механику. Я книжку выбираю. У нас еще есть отпечаток. Про рыцарей. А, про рыцарей. Ну все, вот Савелий уже не до конца не дослушал тебя, Савелий. Хорошо. Книжку про рыцарей. Все. Ты, Савелий, сейчас чем занимаешься, кроме того, что нам позвонил? Играешь, что-то читаешь, смотришь? Играю в хоккей. Играешь в хоккей. Здорово. Ну успехов тебе. 211-101. Не клади, пожалуйста, трубку. Наш редактор объяснит, где можно этот приз забрать. Чуть позже озвучим следующий вопрос, я думаю, еще, да? Ну, ответ ведь есть уже, да, уголовный кодекс. Давайте все-таки продолжим про права ребят в 11 лет. Ну, они большие уже, взрослые люди, серьезные. Да, пожалуйста. Несовершеннолетние имеют очень много прав. И эти права у нас защищаются государством. Ну, в 11 лет несовершеннолетние имеют право на образование, право на медицинское обслуживание, право на имущество, право на свое мнение. И еще очень-очень много прав. Но при этом у несовершеннолетних, кроме прав, есть, конечно, и обязанности. Обязанности нужны для того, чтобы у нас в обществе был порядок. Обязанности. А вот учиться – это обязанность или право? Это обязанность. Обязанность? Это и право, и обязанность. Право – это получать образование, а обязанность – это учиться. То есть нужно вставать каждое утро, собирать портфель, раниться идти в школу, да, это обязанность. Вы, кстати, тоже можете задавать вопросы наших гостям, которые интересуют. Ну, Ирина Ивановна может продолжать, конечно же, про права. Все верно. Если коснемся школы, то в каждой школе есть устав. В этом уставе прописаны все обязанности, какие несовершеннолетние должны соблюдать, для того, чтобы не нарушить права других детей. Ну, а если же у нас нарушаются права других детей, значит, уже это называется, конечно, правонарушение. Правонарушение. Ребята, хочу спросить, у вас хулиганы в школе есть? Да. Конечно. Каким образом они хулиганят? Что такое нехорошее делают? Ну, играет на уроках, там, допустим. Играет на уроках? Да. Это у вас криминалистика, у нас это обычное дело. Нет, ну, играть на уроках, это, пожалуй, нарушение такого порядка все-таки школьного. Да. То есть нарушают права других людей? Ну, да, ну, не знаю. Ну, у меня, допустим, портфель выкидывали. Портфель выкидывали? С четвертого этажа. Ну, это хулиганство, это правонарушение, конечно. Слушайте, а как называется история, когда, например, один мальчик у другого мальчика взял какую-то ценную вещь, например, телефон? Это кража. Это уже кража, да? Кража, конечно. Это серьезное правонарушение. Это серьезное правонарушение. И в зависимости от стоимости имущества его можно отнести и к преступлению. Вот уже, как бы ребята говорили, вот перечень этих преступлений у нас предусмотрен уголовным кодексом. Дима тянет руку, Дим, да. Да, у меня вот тоже как-то на прогулке телефон из портфеля вытащили и снег закопали. А зачем толку-то от того, что снег закопали? Ну, вот телефон-то вроде нормальный, но все равно. Ну, то есть пошутили так над тобой? Нет, не пошутили. Не пошутили? Ну, ты потом нашел телефон. Потом все, весь класс искал, снегу откапывал. Нашли, да? То есть вот было нарушено твое право на имущество, да? И завершено, соответственно, правонарушение. Ну, за это предусмотрена определенная ответственность тоже, да? То есть этого хулигана впоследствии можно наказать. Я предлагаю подключаться к нашей беседе уже Александру Николаевичу, да, можно микрофон себе взять. И у ребят тоже сегодня заготовленные вопросы есть. Кто будет вопрос задавать первым нашим слушателям? Федя. Давай ты Дима. Или Дима. Дима, у тебя наверняка какой-нибудь сложный опять вопрос. А чего у меня сложного? Ну да, вопрос-то... Я несколько даже вопросов подготовила. Давай, предупредим наших слушателей. Внимание, сейчас будет вопрос от Димы Рябова. 211-101. Да. Какое право с 8 лет у ребенка открывается? Ну, как бы, за 7 лет... Появляется, да? Да, появляется. Именно 8 лет? Да, именно с 8 лет. Оно одно право или это список такой? Одно. Интересно, наши гости, сотрудники полиции, знают о том, какое право появляется с 8 лет. Ну, хорошо. Нет, ну, ждем звонков. 211-101. У нас еще масса призов, у нас книги есть. Вот очень мне нравится набор, например, «Криминалиста». Вот если вы зайдете на сайтах kirvo.ru, видеотрансляцию, посмотрите, у нас Соня Занько как раз-таки в очках из этого набора. Защита. Защита. Ну, да, криминалисты, чтобы... Просто такой же был в наборе про «Вулканы» в прошлый раз. Я знаю. Еще раз напомним вопрос, какое право у ребенка появляется с 8 лет. Александр Николаевич, в настоящее время таких юных правонарушителей много? Как вы с ними? Или вы с ними не работаете? Да, по долгу службы приходится работать. Приходится работать. Исправимы эти ребята? Ну, то есть, вот они совершили что-то плохое, потом все-таки осознают, что... Так делать, так поступать нельзя и становятся на правильный путь, что называется. Ну, да, исправим. В таком возрасте еще можно что-то и воспитать. В чем ваша работа заключается вообще? Ну, я непосредственно занимаюсь с личным составом. Личный состав уводы по городу Киров, в части, может быть, даже приемы на службу. В основном это организация, мероприятия, воспитание, сопровождение наставнической работы, работа с ветеранами. Можете поговорить с нашими ребятами, поинтересоваться их уровнем знаний. Звонок, звонок. А, звонок у нас есть, да. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, приветствуйте. Как вас зовут? Кристина. Сколько вам лет? Тринадцать. Чем вы сейчас занимаетесь? Я люблю расставать. Я так понял, вы хотите ответить на вопрос? Да. Слушаем, Кристина. У ребенка с 7 лет появляется право на образование? Да. Право на... Все правильно, да. С 8 лет? Да, с 8 лет. А может, все-таки с 7? Ну, с 7-8 лет, да. У ребенка... Ну, ты во сколько в школу пошел? В 7 лет? Я в 7. В 7 лет. Ну, как... У меня день рождения 11 ноября, так я пошел как раз в году. Вот в этом. А, понятно. Ну, прокомментируйте, пожалуйста, ответ, который поступил. И вопрос, который был задан. Можно засчитывать, да? И вопрос, и ответ? Конечно. Я считаю, что можно. Кристина, мы тебя поздравляем. Ты помнишь, какие у нас призы еще есть? Или все-таки напомнить? Нет, я помню. Давай, тогда отвечай. Что тебе хочется получить в подарок, в награду? Я хочу билет на Масленицу. Есть билет у нас на Масленицу, Соня? Есть. Есть. В списке есть. Отлично. Не клади, пожалуйста, трубку. Не клади трубку. Мы, пообщаясь, пожалуйста, с нашим редактором, тебе пояснят, куда прийти за этим призом. Я помню, что сказали двум дозвонившимся дополнительные призы от полиции, да? Ирина Ивановна, мы поговорили про школу, да, про права и обязанности детей как учеников. А вот в семье какими правами наделены ребята? В семье наделены правами на общение с родителями. Как родители должны себя вести по отношению к детям? Конечно же, соблюдать их права и законные интересы. Конечно, никакой жестокости по отношению к детям, уважения к детям, прислушивания к их мнению. Ну вот, это основные права. Но, конечно, дети должны исполнять свои обязанности, слушаться своих родителей. Но это самое первое, конечно, родителей, это не нарушать законные права и интересы несовершеннолетних детей своих. Как ребята у вас с отношениями с родителями? Слушайтесь их, не обижаете? Нет, нет. А они вас? Нет, конечно, нет. Все хорошо получается. Ну и деятельность сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, конечно же, направлена на то, чтобы выявлять вот таких вот родителей, которые ненадлежащие исполняют обязанности по воспитанию своих родителей, жестоко с ними обращаются. Ну и, конечно, мы выявляем таких родителей, принимаем к этим родителям меры. А как можно расценивать вот такую ситуацию, когда родитель очень настаивает на том, чтобы, например, сын или дочь вымыли посуду, а они отказываются? Вот это обязанность все-таки ребенка помогать по хозяйству? Конечно же, это обязанность. Она у нас не регламентируется ни уголовным кодексом, ни административным кодексом, но это отношения в семье, конечно. Дети должны помогать своим родителям. Ну, мне кажется, все может заменить техника, посудомойки, стиральные машины, сушилки. У кого этого нету? В общем, современная техника, ты считаешь, призвана для того, чтобы облегчить жизнь в семье. Александр Николаевич, вы сегодня пришли к нам не с пустыми руками, замечательный мундир у нас есть, вот он на вешалке у нас тут присутствует, и фуражка еще сотрудника внутренних дел много-много-много десятилетий назад, да? Расскажите, пожалуйста, по подробнее. Расскажите. Это китель сотрудника органа внутренних дел. Китель? Китель все-таки не мундир. Да, это образца послевоенных лет до 1956 года. В дальнейшем это было в Министерстве госбезопасности, то есть это уже сейчас транспортная полиция. Ранее в таком мундире по улицам нашего города ходили сотрудники органов внутренних дел. А вот награды, которые… Да, на танкителе три награды, это за так называемые медали за безупречную службу первой, второй и третьей степени. Расскажите, что ты хочешь спросить? Я уже… Нет, я уже даже почитала. Это за 10 лет безупречной службы, за 15 лет безупречной службы, за 20 лет безупречной службы. А это медали как раз-таки тех времен, да, о которых мы говорим? Да, они существуют и до сих пор, но немножечко в другом виде. Это медали именно тех лет. Этот мундир находится в каком-то музее? Да, это музей управления внутренних дел по городу Кирова. Там у нас, в принципе, собрано большое количество этих мундиров. Там есть и более современные, есть и костюм регулировщика уличного движения после военных лет, которые были в городе Кирове. А также определенный родный документ, который я сегодня вам принес. Это паспорт 1936 года. Паспорт гражданина, да? Да, да. Здесь даже вот сбоку сотрудникам паспортной службы было написано «Убит во время войны в 1941 году». Можно посмотреть? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Можно посмотреть? Также мы принесли в студию сигнальный фонарь. То же самое от тех лет. Это, так называемый, первый светофор в городе Кирове. То есть он мог выполнять маятниковое движение сотрудников внутренних дел. Здесь появляется либо красный, либо зеленый цвет. Путем. Путем. Да. То есть, в принципе… Крутилочка такая. Да, крутилочка, кнопочка, да, такая. То есть, получается, мы могли регулировать дорожное движение, либо подавать какие-то сигналы. Сверху есть кнопочка. То есть такие вот вещи. Хранители времени у нас находятся в музее. Также очень большой музей находится в патрульно-постовой службе в батальоне на улице Тихая 8. А эти музеи, они открыты для простых горожан? Для простых, вот особенно для детей. Можно попасть как? Да. Детям очень можно попасть. То есть они пишут заявку на наше имя, на имя начальника управления, то есть организации там учебные. И мы проводим уже полный курс здесь и показываем и технику, показываем и фотографии, которые, в принципе, в единичных экземплярах в городе Киры. Есть мотоцикл непосредственно милицейский стоит в этом музее, где на улице стоит патрульный автомобиль тех лет. То есть достаточно интересные. И в этом году, в 2016 году более 300 человек посетили музей. Ну, видимо, обычно классами, да, ребята приходят? Да, классами, но есть и приходят, и студенты приходят. То есть, Тима, да. Да. Вот. У тебя вопрос? Да, вопрос. Если вот по улице Энгельса идти вниз, вот если не ошибаюсь… Преображенская она называется сейчас. Там, по-моему, если не ошибаюсь, есть такая тоже полицейский участок, где там машина, и там вот такая старая, по-моему, машина стоит, копейка, и там вот с мигалками. Вы имеете в виду, такая у вас в музее стоит или еще более старая? Ну, Тима говорит, видимо, про управление ГИБДД, где Да, это на улице Преображенская, да, но она была поставлена уже позже немножечко. Она уже была поставлена в 2014 году. А в 2013 году в честь торжественного убилия патрульно-постовой службы он был поставлен на тихой 8. Он виден даже с улицы, когда приезжать на автобусах, там ее видно очень. А у вас такая же в музее стоит? Нет, она старинная машина другой марки, там уже ГАЗ-69, вездеход. Александр Николаевич, я предлагаю задать вам вопрос уже нашим слушателям. 211-101, внимание. Я хотел бы задать вопрос, немножечко необыкновенный, я хотел бы задать вопрос такого характера. Так, ребята, только тихо. Название какой улицы нашего любимого города Кирова имеет непосредственное отношение к органам внутренних дел? Как называется улица, которая находится в нашем городе Кирове? И название этой улицы непосредственно отношение имеет в настоящее время к полиции. Да. 211-101, я слышал, уже звонок раздается непосредственно там, где находится редактор. Сейчас будем звонок принимать. У вас есть какие-то варианты? Нет, только без названия. Соня, у тебя есть какой-нибудь вариант? Можешь покивать или покачать головой. Федя? Нет, тоже не знаешь. Дима? Нет, ну давай послушаем. У нас звонок. Давайте послушаем, да. Приветствуйте нашего слушателя или слушательность. Привет. Как тебя зовут? Коля. Здравствуй, Коля. Сколько тебе лет? Девять. Ты хочешь ответить на вопрос? Да. Слушаем тебя. Хорошо, мы слушаем ответ. Можете повторить. Можете повторить вопрос только. Я ответ знаю, но как-то сформулировать не могу. Сформулировать? Название улицы? Александр Николаевич, повторите еще раз. Название какой улицы в нашем городе имеет непосредственно отношение к органам внутренних дел? Я считаю, это улица Милицейская. Молодец. Правильно. А историю знаешь в названии этой улицы? По-моему, единственная улица с таким названием, да? У нас имеющие отношения. Историю не знаешь, образование? Да. То есть, в послевоенные годы 10-я линейная улица, а ранее улица Ивановская, была названа в честь одной из профессий жителей нашей города Кирова по просьбам трудящихся. И табличка с названием эта улица находится на одном из домов на перекрестке улицы Ленина и Милицейских. То есть, вот так горожане оценили работу сотрудников органов внутренних дел и благодарности? Да. В принципе, можно сказать, что не так много городов, в которых имеется улица Милицейская. Это говорит о том, что отношение к сотрудникам правоохранительных органов в нашем городе достаточно высокое. Вот так вот. Ты хочешь приз какой-то, да? Ты помнишь или... А есть еще набор для отпечатков пальцев. Есть. Набор юного криминалиста, да? Так называемый его ты хочешь получить. Хорошо, Коля. Есть. Договорились. Ну что, у нас первая половина программы «Открывашка» завершается. Мы благодарим наших гостей Ирины Ивановны Швецовой и Александр Николаевич. Швецов. Сейчас будет небольшая музыкальная пауза. И мы пригласим в нашу студию криминалиста. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 У тебя 2 марта. Соня, у тебя недавно был день рождения? Да, 22 января. 22 января. Дима, у тебя? 11 ноября. 11 ноября. Вот вы родились в этот момент, в этот день. Снова. 11 лет назад. Снова родились. И у вас появились конкретные права. 211.1. Мы предлагаем дозвонившемуся перечислить хотя бы несколько этих прав. Роман Викторович, у вас тоже вопрос будет чуть позже. Да, но все-таки вот еще хочется поинтересоваться, в чем заключается работа эксперта-криминалиста уже на месте происшествия, на месте преступления. Ну, как я уже ранее говорил. Звонок, у нас звонок. Хорошо, кто будет беседовать? Ну, давай, Дима, беседуй. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Вика. В какой школе вы учитесь? Я учусь в 10 школе. В 10 школе. Сколько вам лет? Мне 10 лет. Я так поняла, вы хотите ответить на вопрос? Да. И какой же ответ? Во-первых, ребенок может иметь право на имя, отчество и фамилию. Может общаться с родителями и другими родственниками и получает охрану здоровья. Да, правильно. Правильный ответ. Какой полноценный, развернутый ответ. Привет. Тебе кто-то подсказал? Скажи, пожалуйста. Ну да. Подсказывай. Ну, ничего, это у нас возможно. У нас же не только детская, но и семейная программа, когда родители, папы, мамы, дедушки и другие родственники могут рядышком присутствовать и подсказывать. Соня, ты напомнишь, что еще можно у нас выбрать? Да, у нас есть книги. Напомни, пожалуйста. Погромче только. Книги «Приключения Молли Блэк Уотер», «Агата Мистери», «Сокровища Бермудских островов», «Слово о полке Игорева», «Есть энциклопедия Великие сражения», «Билеты в Киномакс», «Приглашение на две персоны» на спектакль «Аленький цветочек» и «Приглашение на две персоны» «Живая механика» Дэ Винчи. Что ты выбираешь, наша победительница? Можно мне, пожалуйста, книжку «Тайны Бермудских островов»? Да. «Тайны Бермудских островов». Где эта у нас книжка? Она здесь. Отлично. Красивое издание, но не слишком такое большое. Я думаю, что ты налегке, что называется, прочитаешь с большим удовольствием. Ну, интересно. Да, не клади трубку, тебе объяснят, где можно книжку эту забрать. Роман Викторович, что вы сейчас делаете? Вот вы кружку... Я сейчас обработал кружку дактилоскопическим порошком магнитным при помощи магнитной дактилоскопической кисточки. И, в принципе, обнаружил множество следов детских пальцев, по которым можно конкретно установить, кто из детей оставил данные следы. Так. А каким образом это происходит? Ну, данные следы необходимо изъять с кружки, затем изъять образцы отпечатков пальцев у детишек, и затем уже методом сравнения все это установить. А визуально это на глаз происходит? Визуально, да. Да, это видно все? Да, видно, да. Визуально специалист может установить. Интересная работа у криминалиста? Да. Федя, Дима, да? Да. Подумайте, задумайтесь после сегодняшней передачи о будущей профессии, может быть. Да, да, обязательно. Но какими качествами Роман Викторович должен обладать все-таки криминалист? Ну, криминалист... Работа очень кропотливая. Терпение. Сложная большим терпением, усидчивостью, вниманием. Такие сразу терпения приходят на ум. Значит, криминалист должен обладать такими качествами, как вы уже назвали, усидчивость. Затем терпение, потому что криминалисты в основном все-таки работают не с людьми, а с объектами, которые поступают им на исследование. И непосредственно с объектами материальной обстановки, например, при осмотре места происшествия. Ну, конечно, это и хорошая подготовка, хорошая учеба в школе. И для того, чтобы стать криминалистом, необходимо наличие обязательно высшего образования. Без этого не возьмут. У вас есть вопросы к нашему гостю какие-то? Соня, хочешь задать вопросы? Нет. Мне все понятно. Что в чемодане? Все в чемодане, хороший вопрос. Роман Викторович, расскажите, что обычно в чемодане криминалисты с собой носят? В чемодане криминалисты с собой носят различные технико-криминалистические средства, которые предназначены для обнаружения, изъятия и фиксации различных следов. То есть, в принципе, вот этот набор, он такой универсальный, да? Лупа. То есть, с ним можно... Да, он универсальный. И на любое место происшествия. Да, и используя те технико-криминалистические средства, которые в нем содержатся, в том числе и лупа, можно обнаружить различные следы преступления. То есть, это следы рук, следы обуви, следы орудия взлома, следы зубов, следы крови. Следы зубов, это если что-то кусал человек? Да, если что-то человек кусал. Следы одежды. Ну и другие следы. Следы запаха. Следы запаха? Да. Очень интересно, о чем идет речь и как может аромат какой-то оставлять след? Ну, каждый, так скажем, человек обладает, имеет свой индивидуальный запах. И при взаимодействии с каким-то объектом, ну, будем говорить о преступнике, да, которые совершают преступление, то на поверхности объекта он оставляет индивидуальный свой запах. Задача эксперта, специалиста на месте происшествия обнаружить этот запах, выявить его, зафиксировать и дальше упаковать, чтобы он был пригодный для дальнейшего исследования. Как можно упаковать запах аромата? Ну, так скажем, очень просто. Очень просто. Да. Дим, ты знал, что у тебя есть свой специфический запах? Роман Викторович говорит, что у каждого человека есть свой индивидуальный запах. Это без использования каких-либо парфюмерных, да, вещей? Да. Если с парфюмом, наверное, легче. Да. Ну, с парфюмом, наверное, более труднее запах выявить. Да почему нет? Нет? Нет. Ну, можно же найти человека с таким парфюмом на их миллионы. Ну, тут речь именно идет о генетически обусловленном запахе, который вырабатывает организм. Ну, ведь парфюм, кажется, сбивает запах этот или нет? Не сбивает. Нет? Даже не влияет. Запах упакован. А что с ним дальше происходит? Ну, запах у нас упаковывается, например, в стеклянные специальные емкости с металлическо-притертыми крышками, чтобы запах не улетучился и изъятый. Это воздух, да? Это воздух просто. Ну, да, газообразное состояние. Ну, и дальше уже направляет в адрологическую лабораторию. Какую лабораторию? Адрологическая лаборатория. Что это значит? Ну, где производится исследование запаховых следов человека. То есть, непосредственно у нас в ОМВД России по Кировской области тоже такая лаборатория эффективно работает и выявляет по следам преступников, проводит идентификационные экспертизы, устанавливает сходства по запахам. Так что, и в дальнейшем в лаборатории у нас уже непосредственно изымаются запаховые следы с различных объектов, ну, и проводятся уже сравнительные экспертизы. Ребята, вы знаете, каких животных полицейские используют для того, чтобы по запаху найти... Собака. Собака. Вот вы когда-то скинологичные... Скинологичные? Правильно. Скинологичные? Скинологичные? Нет, ну, правильно, вот сейчас... Скинологичные службы вы как-то взаимодействуете? Ну, ЭКЦУ МВД России по Кировской области, они взаимодействуют с кинологической службой, да. Ну, правильно было сказано, свинья, потому что у нас собаки выступают в качестве детекторов. И, в принципе, аппараты обоняния собаки и свиньи, они, в принципе, похожи. Но, сами понимаете, что более с эстетической точки зрения и с точки зрения обучения, все-таки собака наиболее подходит к производству данных экспериментов. Я ни разу не видел, чтобы полицейский со свинью и бегал. Ну, вот поэтому у нас используют они и собаки. Роман Викторович, я знаю, что у вас два вопроса приготовлено, да, для наших слушателей. Давайте все-таки вопрос зададим. 211-101, внимание. Уважаемые радиослушатели, хочу спросить, у двух людей могут ли быть одинаковые папиллярные узоры? То есть отпечатки пальцев, да? Да, да, да. Грубо говоря. Да. Так, Дима, Федя, Соня, вы молчите. Это вопрос для наших слушателей. Легкий вопрос, надо уточнить. 211-101. Это сорождения будут? Сорождения. А если изменять там? Ну, их не изменить. Интересно, да, если мне отпечаток? Индивидуальная особенность, да, у каждого человека. Итак, вопрос на взгляд наших соведущих, ведущих, юных. Простой, да? А я бы хотела... Могут ли быть одинаковые отпечатки пальцев у двух разных людей? Я бы хотела задать вопрос. Нашему гостю, да, пожалуйста. Бывает ли отпечаток у животных? Какой-либо? Ну, есть такое понятие в криминалистике, да, следы животных. Лап. В том числе и лапа. Ну, не только лапа. Не только лапа, да. И, в принципе, когда эксперты получают допуск по тростологической экспертизе, там есть конкретный раздел. Они изучают следы животных. А вот в фильме «Люди в черном» в первой части, там вот, не помню, там как-то отпечатки пальцев сжигали. Вот такое возможно на самом деле сжечь отпечатки пальцев, чтобы не было их. В общем, я перефразирую вопрос, Дима. У нас звонок, звонок у нас, звонок. Возможно ли скрыть отпечатки пальцев? Ну, так, коротко, ответьте. У нас звонок. Давайте, хорошо, давайте. Здравствуйте. Кто меня приветствует? Дима, давай Федя лучше. Здравствуйте. Как тебя зовут? Андрей. Сколько тебе лет? Десять. А в какой школе ты учишься? Семьдесят четырех. Ясно. Ты хотел ответить на вопрос, да? Да. Мы слушаем. Они не могут. Роман Викторович. То есть, правильно, у каждого человека индивидуальные популярные узоры. И также хочу сказать, что у нас как раз свойством популярных узоров является индивидуальность, устойчивость и восстанавливаемость. И даже у однояйцевых близнецов популярные узоры у нас имеют разную форму, разные детали. И, в принципе, можно тоже их идентифицировать. Индивидуальность. Вот какая штука-то интересная. Не бывает людей, даже близнецов однояйцевых. С одинаковыми отпечатками пальцев. Ты помнишь призы или тебе перечислить еще раз? Нет, я не помню. Давай, Сань, повтори быстрее. У нас есть книга «Приключения Молли Блэк Уотер». Есть энциклопедия «Великие сражения», билеты в кинотеатр «Киномакс», книга «Слово о полке Игорева», приглашение на две персоны на спектакль «Аленький цветочек» и приглашение на две персоны на выставку «Живая механика да Винчи». Что ты хочешь? В «Киномакс». В «Киномакс». Можно в «Киномакс?»? Да, у нас еще есть «Киномакс». Да, у нас еще есть «Киномакс». Отлично, не клади трубку. Не клади трубку. Наш редактор объяснит тебе, куда и когда можно прийти, чтобы получить эти самые билеты. Роман Викторович, продолжаем. Тебя вопрос там задал. Можно ли скрыть отпечатки пальцев? Ну, я думаю, что... Хотя мы тут уже на сторону преступников больше переходим. Да, да, да. Я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос. Ну, я думаю, вот, ребята, мы вначале говорили о том, что вы любите детективные истории. Да. Смотрите много фильмов. Например, перчатки. Ну да, просто перчатки надеть можно. Все равно следы останутся. Да хочется еще поподробнее все-таки поговорить о наборе криминалиста. Тут мне редактор подсказывает, возможно ли открыть вообще чемодан там. Да, возможно. Продемонстрировать ребятам, что там есть. Вот так ребята у нас на местах останутся. Останутся на местах и будут наблюдать за всем происходящим. Ну, давайте какие-то вот основные вещи. Ого! Будет здорово, если вы, Роман Викторович, сядете на место и будете вот еще одновременно в микрофон комментировать, что же вы держите. А зачем вам отвертки? Сейчас Роман Викторович присядет и ответит. Тетя. Да. В содержимое стандартного экспертного чемодана у нас, во-первых, входит средство фиксации обстановки места происшествия. Это цифровой фотоаппарат. С его помощью эксперт, специалист фиксирует обстановку на месте происшествия. Ну, вам не надо объяснять, что такое фотоаппарат. Значит, дальше, дакилоскопические порошки различны. С их помощью специалист выявляют следы рук и следы обуви поверхностных. А чем отличаются порошки друг от друга? Порошки отличаются по цвету, бывают магнитные и немагнитные, то есть по работе с различными объектами. А что, ну, вот больше помогает, магнитные порошки или немагнитные? Ну, в зависимости от объектов. Ну, наверное, в большей степени удобнее работа с магнитными порошками. Дальше сюда входят дакилоскопические кисточки, то есть магнитная дакилоскопическая кисточка и обычная флейцевая дакилоскопическая кисточка. Можно показать, что на конце? Ну, тут обычный магнит на стержне расположен, и он позволяет удерживать дакилоскопический порошок. Стержень я поднимаю, то есть происходит размагничивание, и порошок осыпается. Здорово! Такая пушинка прям. А, да, кисточка настоящая. Дальше сюда же входят это увеличительные приборы, то есть лупа, осветительные приборы, фонарик. Потом вопрос молодой человек задал про слесарные инструменты. А зачем вам сейчас гетверки? Ну, они предназначены для изъятия, например, каких-то объектов, например, замков с места происшествия. Также для изъятия следов орудий взлома, то есть слесарные инструменты пригодятся. Случаи разные бывают, когда нужно получить, собственно, доступ к каким-то уликам. Нас остается буквально пять минут до конца программы «Открывашка». Роман Викторович, я предлагаю вам задать второй вопрос. Что вы сегодня подготовили для наших слушателей? 211-101, внимание. Второй вопрос. С места происшествия специалист-криминалист в большинстве случаев, в том числе, помимо следов рук, изымает и следы обуви. Что можно сказать, выявив след обуви? Какую информацию получить первоначально? Ну, нельзя. Я знаю, вам тоже хочется ответить. Но это вопрос нашим слушателям. Дима, Федя активно тянут руки для того, чтобы ответить. Но мы все-таки вас, уважаемый наш слушатель, ждем. 211-101. А можете сейчас показать, как вы, кисточкой? О, прикольненько. Ну, вот так пальчик оставили. Да. Очень интересно, конечно. Уж ты. Магнитный порошок, то есть там небольшие части магнита, да, очень мелкие? Или наоборот, железо? Ну, железо. Железо, да, все-таки. Железный порошок. Порошок из железа, интересно. А как часто приходится пополнять запас вот этого порошка? Или он, в принципе, расходуется, только не слишком активно? Ну, в зависимости от количества поездов на место происшествия. Сколько площади надо еще обработать, да, в зависимости от площади обработки. Ну, лучше пополнять перед каждыми дежурными сутками. А сколько вообще у нас в городе криминалистов, специалистов работают? У нас звонок, у нас звонок. 120 человек. 120 человек. У нас звонок. Можно принять. Дима принимал, Федя принимал, давай, Соня, ты общайся. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Всеволод. Всеволод. А чем ты сейчас занимаешься, из какой ты школы? Я из школы 18. Какой еще раз? 18. 18. 18-й школы. Хорошо, а ты хочешь ответить на вопрос? Да. Мы слушаем твой ответ. Напомним вопрос. Мне оставляют след для того, чтобы измерить размер обуви. В том числе. В том числе. Параба, короче. Да. Да, правильно. А что еще можно выяснить? Ну, в принципе, ты уже дал правильный ответ. Да, правильный ответ. Но если еще вот попытаться. Это рисунок обуви. Правильно, да. Рисунок обуви. Рисунок обуви. Дима, ты хочешь дополнить? Да, еще хочу дополнить. Еще вот, мне кажется, можно узнать мужчину или женщину. Да, можно узнать пол, потом рост человека, который оставил след. Но, как правило, чем больше размер обуви, тем человек как-то крупнее и выше. Так это получается. Еще вот, потому что обычно женщина чаще на каблуках ходит, чем мужчина, мне кажется. Правильно, да. Ну, и тип обуви. То есть кроссовки, сапоги. Еще можно заметить марку, если же подошел. Ты знаешь призы? Ты помнишь или перечислить? Да, Сева. Сева, ты помнишь, да, что у нас есть? Какие подарки? Хорошо. Что ты хочешь получить? На живую технику довинчить. Хорошо, билет. Отличный выбор. Я бы сама сходила. Мне нравится. Замечательная выставка. Да, туда всех в выставочный музей приглашают. Очень много замечательных конструкций, механизмов, которые можно потрогать, покрутить. Так что поздравляем. Мы завидуем тебе, что тебе достался билет на данную выставку. Будем еще вопросы задавать? Нет? Не будем? Нет у вас вопросов? Нет, наверное. Ну, хорошо. Все, все, все. А, нет, можно задать ее вопрос. А у нас все уже кончаемся. Да, у нас уже близится программа «Открывашка к завершению». Ну что, хотелось бы подвести некий итог. А жаль, что ты кончаешься. Хотелось бы подвести некий итог. Хорошо ли, интересно ли мы с вами сегодня время провели? Да. Что узнали интересного? Я узнала, что есть магнитный порошок. Магнитный порошок. Я тоже. И такие прикольные кисточки. И запах, что есть свой. Но вы знали о том, что отпечатки пальцев их не бывает? Да, знаю. Одинаково вообще, в принципе. Это все знают. Все знают. Ну что, может быть, в будущем, когда закончите школу, когда поступите в ВУЗ и закончите ВУЗ, может быть, ваша профессия каким-то образом будет связана с нашей сегодняшней темой, может быть, с правами, поисками правонарушителей и так далее. Спасибо большое. Это программа «Открывашка». Мы прощаемся ровно на неделю. Следующую передачу слушайте в 10 утра в следующее воскресенье, соответственно. Спасибо ребятам, которые сегодня участвовали, звонили и правильно отвечали. Спасибо родителям, что включили радиоприемник в 10 часов утра. Меня зовут Владимир Сметанин. Спасибо нашему гостю Роману Зайцеву, заведующему кафедрой судебной экспертизы и ВИАТГУ. Всего доброго. До встречи. До свидания. До встречи. Я хочу такой билет. Детская познавательная программа «Открывашка».